Девушки отдыхают В этом минимум времени получаем максимум энергии и никаких лишних расходов Доброе утро! Самое быстрое блюдо это конечно яичница Базовый уровень кулинарной подготовки хомо сапиенса Поднимаемся уровнем выше и делаем яичный суп с помидорами Я люблю готовить все быстро, для меня вот это прям мое И начну с лапши, в этот суп идет лапша яичная, но необычная Вы наверняка уже представили, что сейчас буду делать тесто, сушить его, нарезать, растягивать Но это не так, яичную лапшу мы сделаем гораздо быстрее Взял трица Сначала венчиком немножко яйца взболтаю А затем добавлю несколько столовых ложек муки А как это превратится в лапшу, увидите совсем скоро Она будет такая же тянучая, вкусная и обалденная Берем кондитерский пакет, если у вас такого нет дома, можете взять просто обычный плотный полиэтиленовый пакет Делаете вот такое углубление Вот сейчас туда и нальем тесто для лапши Друзья, сегодня я показываю вам высокоскоростные рецепты И постараюсь не болтать лишнего, чтобы не отвлекать вас от главного Это скорость, скорость и еще раз скорость Крайшик заматываем и делаем узелок Это заготовка для лапши Отложу ее пока в сторонку и займусь овощами и мясом для моего быстросупа Здесь у меня 4 зубчика чеснока, 4 шампиньона, 4 помидора и кусочек вкусной вареной копченой грудинки Здесь 100 грамм, это 47 рублей на большую кастрюлю супа Она очень ароматная, пахнет специями и реально даст столько вкуса, что будет просто такое ощущение, что суп сделан из мяса И сейчас все это нужно обжарить Чтобы суп получился вкуснее, мясо, грибы и овощи я буду обжаривать на оливковом масле борхес классик Тонкий аромат и легкая горчинка масла прекрасно подойдут нашему блюду Пока масло разогревается, нарежу все ингредиенты Начнем с свечинки На самом деле это суп такой, 5 минутка Но если честно, суп 15 минутка, а не 5 минутка Чеснок нарежут тоненькими дольками В детстве, когда мы с папой ели супчик, я всегда чеснок в прикусочку поедал И поэтому не болел в районах Крайнего Севера Так что подумайте об этом Я не шучу, ешьте больше чеснока и болеть не будете Следом нарублю шампиньоны А еще и мне резать, несмотря на нож и продукт Это профессионализм Помидоры крошу на крупные кубики Современная жизнь заставляет двигаться в ритме Иногда нет много свободного времени, чтобы устраивать какие-то долгие приготовления блюд Потому что важно быть пунктуальным Вот я очень пунктуальный И на любую встречу прихожу всегда минут за 10 Масло разогрелось, обжариваем ветчину В современной жизни лучше не опаздывать Поставьте свои часы всего лишь на 3 минутки вперед И опаздывать будете не на 15 минут, а на 12 Это как блюдо на завтрак Когда ты ждешь день в ресторане Вот 12 минут нормально, 15 минут уже начинаешь нервничать Кстати, я в своих ресторанах установил лимит на отдачу блюд на завтрак Максимум 12 минут, не больше Вичинку обжарили, видишь, жирок вышел Чесноку долго обжариваться не надо Ммм, вот сейчас аромат классный пошел, да? Почувствую аромат чеснока с ветчиной Ну только почувствую его Обжарили чеснок, закидываем шампиньоны И вслед за ними помидоры И они начинают быстро давать сок И наша жарева превращается в супец А еще, знаете, есть такая старая тема поварская Я думаю, повара, которые смотрят меня, точно ее знают Особенно старая школа Когда ты в запаре и надо срочно разогреть какое-нибудь блюдо Либо что-то приготовить, гость уже нервный кричит Есть такой способ Берешь растительное масло, льешь на электрическую плиту И у тебя турбо такой нагрев становится Быстро начинает работать Ставишь сковородку и все, у тебя сразу все кипит, все жарится Но чаще всего это заканчивается пожаром Поэтому никогда не повторяйте это у себя в квартире Но вот теперь все закипает Помидоры отдали свой сок Не надо их сильно разварить Ведь мы еще и полезный суп готовим Внимание, заливаем водой Но не холодной, а кипящей из чайника Буквально минута и готово Добавлю чуть-чуть для аромата свежемолотого перца И знаете, что еще? Это важно Не солите суп Позже расскажу, почему А сейчас, внимание, показываю, как жидкое тесто превращается в лапшу Теперь нам нужно в этом пакете сделать малюсенькую дырочку Выдавливаем лапшу Какая красивенькая Оп, лишь тянется то, что надо И калорийный супчик удаст По кругу нужно рисовать, улитку делать Оп, убираем Все, даем время немножко закипеть Заваривается очень быстро Буквально 30 секунд, и лапша готова Помните, я говорил, что этот суп солить не надо? Знаете почему? Потому что я добавлю туда самую крутую азиатскую штуку Это соевый соус Он соленый, придаст очень мощный вкус супу Мы все любим лук И мне кажется, лучок в такой суп добавить самое то Я помню, у нас в огороде много такого лука росло Клали на обед К супчику берешь, в сольку макаешь Вот так И супом заедаешь Все Крошу лучок и отправляю в суп Красота Ммм, горячий какой Ммм, вкусный какой Ммм Ммм Никогда бы не сказал Что так быстро можно такое вкуснятие приготовить Я сегодня выполнил важную социальную миссию Показал вам рецепт пунктуальности Теперь, благодаря моему супчику, кто-то из вас куда-то не опоздает А приедет и сытым, и вовремя Чтобы приготовить яичный суп с помидорами, вам потребуются Яйца, помидоры, варено-копченая грудинка, мука, шампиньоны, соевый соус, оливковое масло, чеснок и зеленый лук Быстрый яичный суп с помидорами, а также другие мои фирменные рецепты Вы найдете на сайте просто.сетисит.ру Сейчас покажу еще одно удивительное блюдо Эффектное, аппетитное А главное, готовятся считанные минуты Это будет теплый салат с печенью индейки Подойдет и на праздничный стол, и к тихому семейному ужину У меня здесь замороженная фасоль Полна витаминов, классная Зимой в пачечке всегда ее можно найти И вполне такой доступный продукт Залью фасоль кипятком, пусть разморозится Второй важный ингредиент – лук Нам для салата нужен лук-шалот Это вот этот Обратите внимание на его форму и цвет Он как будто такой слегка красный Это отличие лука-шалота от обыкновенного лука Многие хитрят и выдают вот этот лук за лук-шалот Хотя это неправда Это репчатый лук, но он просто вытянутый Вот такой вот сорт Лук-шалот стоит дороже обыкновенного репчатого лука Но это так вам для информации, чтобы вас не облапошили на рынке Лук-шалот, он очень деликатный Вот именно за это его любят повара Режем его соломкой В этом салате должен быть взрыв вкуса То есть у тебя должно быть и сладкое, и кислое, и остренькое И что-то такое мясистое вкусное, чтобы сытость приходила Сладеньким здесь будет виноград Выбирайте сорта без косточек Не забывайте, этот салат быстро готовится Я вам сегодня не показываю долгих рецептов Только моментальные и только простые Но очень вкусные и стильные Пришел, увидел, победил Проголодался, приготовил, съел Ой, я люблю виноград очень Особенно Изабеллу люблю Она такая красненькая, сладенькая И дочку мою так зовут Но не в честь винограда я так назвал Так вышло, просто и мне нравится А чтобы салат получился сытным Добавлю в него печенку Я возьму печень индейки Индилайт Она очень нежная, вкусная и полезная А еще печень индейки быстро готовится Это идеальный выбор для нашего салата Печень нам нужно нарубить на небольшие кусочки Есть вот такие вот жилки Но надо их убрать Потому что они будут портить нежную текстуру печени А еще знаете, в чем прелесть печени индейки? У свиной говяжьей печени всегда есть пленка Ее нужно снять А у печени индейки такой пленочки нету Точнее, она есть, но совсем тоненькая Ее удалять не обязательно Вы же помните, что мы готовим теплый салат Врубаем плиту на максимум Сперва обжариваем лук И закидываем на горячий лук прямо сверху Кусочки печени индейки Пахнет классно Теперь добавим немного свежемолотого перца И пару щепоток соли Золотистая, красивая, с лучком А теперь готовьтесь удивляться Внимание, кидаю виноград на сковородку От температуры начнет нагреваться Давление внутри виноградика будет увеличиваться И он в какой-то момент сделает так Лопнет Берем немножко обычной питьевой воды И заливаем печень Надо часть винограда подавить лопаткой Весь этот виноградный сок И мякоть превращается в хороший Классный виноградный соус для печени Обалденно, друзья, я вам скажу Давай еще чуть соли Скоро покажу еще несколько интересных фишек Которые ускоряют приготовление еды А также испеку для вас слоеные ушки В сиропе за считанные минуты Сегодня готовим в ускоренном темпе Экономим не только деньги, но и время Быстрый суп супербыстрой лапшой Занял у меня ровно 15 минут Теплый салат с печенкой отнимет не больше Осталось завершить процесс Готовы к самому главному ингредиенту С ним будет вкуснее, ароматнее Салат станет ярче И это, друзья, коньячок Он может быть французский, армянский, дагестанский Да какой угодно Главное нам получить вот этот элитный коньячный вкус и аромат Наливаем коньяк обязательно в горячий кипящий соус Это важно Блюду не хватает огонька В прямом смысле Друзья, не беспокойтесь Алкоголя там нет Потому что весь алкоголь выпарился Выключаем нагрев плиты И добавляем сливочное масло Соус начинает блестеть Вот, это эффект сливочного масла В таком салате большую роль играет сервировка Начинает с латука И важно, чтобы в салате листья были крупные Может, так руками слегка порвать Профессионализм повара заключается Чтобы красиво выложить блюдо А здесь это особенно важно Печень не просто кладу Надо, чтобы кусочки мяса торчали из салата Берем виноград соусом и поливаем салат Но это еще не все Нужно добавить свежих овощей Черри-томаты идеально для этого подходят Это всегда, знаешь, делаешь салат, думаешь Блин, чего-то не хватает Знаешь, чего не хватает? Черри-томатов Каждый повар тебе это скажет Малышки помидорки лучше закидывать половинками И, кстати, это же быстрый салат И он очень теплый Поэтому здесь важно не тормозить Потому что салат должен остаться в теплом виде Фасоль оттаяла и тоже отправляется в наше блюдо Хочется ставить маленькой фасольку и прыгнуть прямо туда Чем я не фасолька? Совершающий штришок Как думаете, что это? Давайте угадывайте Чечевица? Нет Руккола? Нет Бананы? Нет Это фундук Быстро измельчаем орешки и забрасываем в салат Коньячок свое дело знает Вот реально другой вкус стал Еще фундук, виноград, листья салата Все это вместе невероятно вкусно Хочешь попробовать? Это Кирюха Он любит есть и любит готовить На тебе вилку, пробуй Он как никто, может сказать, вкусный или нет Классно? Если закажете теплый салат в ресторане Будете ждать минут 20 и заплатите рублей 400 За то же время вы сможете приготовить такой салат сами И не одну порцию, а целых 4 И потратить не больше 100 рублей на каждую Для приготовления теплого салата с печенью индейки необходимы Печень индейки, виноград без косточек, лук шалон, помидоры черри, стручковая фасоль, коньяк, растительное масло, сливочное масло, фундук и салат латух В семье Соколовых-Миловановых обожают творожные сырки Это любимый перекус и лакомство всех домочасов Но также большая статья расходов Я знаю, как можно сэкономить и поделюсь рецептом Саша, привет! А мы тебя ждем Проходи, мы очень рады На кухню сразу? Конечно Вообще, мы семья творожная Мы на завтрак можем плотно съесть творожных сырков А потом дети перекусывают сырками После школы прибежали, перекусили сырок В школу тоже сырок Перед сном сырок Цена на сырки творожные разная По карману бьет А вы знаете, что входит в состав сырка? Когда-нибудь задумывались, читали? Мы догадываем Заменителем молочного жира Уже, да, подстава? Сахар, заменитель, масло, какао Самое полезное, что в шоколаде Это какао-масло, а его здесь заменяют Эмульгатор, лецитин, ароматизатор, ванилин Рэпчик, да, пошел творожный? Жиры растительные, рафинированные, дезодорированные Какао, крахмал, картофельный консервант, сарбаткаль, ароматизатор Иди отсюда, сырок, он опасный Там много всего, что заменяет качественный продукт на некачественный Сегодня покажу, как в домашних условиях приготовить хорошие творожные сырки В качестве каждого ингредиента мы будем уверены Ну что, задело? Задело У нас есть творог, сливочное масло, сахарная пудра и сметана Четыре ингредиента Пятый Чуть-чуть попозже Хорошо Первым делом нам нужно взбить сливочное масло Это натуральный, полезный продукт А чтобы сырки были нежными, протираем творог через сито Ну вот, настоящая творожная семья делает вкусные сырки в домашних условиях Дальше хорошенько перемешиваем творог с маслом Обязательно нужно добавить пару столовых ложек сметанки И сахарную пудру Ммм, вкусно Ммм, сладостей хватит? Да, нет, хватит Точно? Хватит Явно не сладкоежки Теперь магия Ты какой сырок любишь? Шоколадный А ты? Кокосный Супер Приготовим сырки именно этих видов Хотя вариантов начинок много Какую еще можно делать? Давайте Давай, с кетчупом Третью Дальше Ванильную С изюмом Тоже супер Печеньки можно добавить Точно Но мы уже определились с добавками Делим вот эту творожную массу на две части В одну насыпаем какао, а в другую кокосовую стружку И еще раз все взбиваем Давайте, девчонки, давайте, скоро сырки получатся крутые! Основа десерта у нас есть Показываю мастер-класс по формированию сырков Сначала на ложку раз Вот так вот с одной стороны С другой Ой, как интересно Такая ложечка Это, кстати, называется кулинарная кнелька Которая делается с помощью двух ложек Ничего сложного Так здорово Угол делай вот больше Раз прижимаешь Видишь, у тебя получается Покоплотник Вот такая кнелечка Взяли полкило творога И сделали 18 домашних сырков В качестве которых мы уверены на 100% Результат? Результат Но пробовать еще рано Придется немного подождать Пока сырки застынут Девчонки, ну и какой же порожный сырок без шоколадной глазури Ей сейчас и займемся Берем сливочное масло и шоколад Лучше, конечно, для глазировки Использовать шоколад обычный горький без добавок Шоколад ломаем на дольки И вместе с маслом ставим на водяную баню Если просто шоколад растопить Он будет густой Если вдруг, видите, консистенция не нравится Чуть-чуть туда растительного масла Капельку так добавляйте Оп, и перемешивайте Он сразу такой жидкий Представляете, полкилограмма творога Сколько он стоит? Домашний 150 рублей полкило Вот, представьте, 150 рублей А килограмм 330 рублей 150 рублей, чуть-чуть сметаны Да Сахарная пудра Ванилин И какао Масло Вообще Получится дешевле в три раза, чем в магазине И полезнее Да, а если учесть, сколько вы сырков в день съедаете Посчитайте на месяц и на год И сколько вы будете экономить денег Ну все, готово Нужный шоколад, чтобы чуть-чуть подостыл Посмотрим сырки Мне кажется, они уже застыли А значит, будем их глазировать Можно так вот, смотря по красоте Так Ча-ча-ча-ча-ча О как красиво Можно залить сверху полностью Можно даже об болять в кокосовой стружке Или использовать кулинарную посыпку Я у вас нашел вкуснятину И это сырок, который надо делать на 14 февраля и сердечком, и бонный сироп. У тебя есть жених? Нет. Нету? Очень вкусно. Вкуснее, чем покупной? Да, намного. Это правда очень вкусно. В таком сырке в два раза меньше калорий, чем в обычном. Потому что в том вредные жиры, много сахара. А здесь можно баланс держать самим. Оставшиеся сырки можно убрать в боксик, закрыть крышечкой и в холодильник. Только смотрите, если там сырки будет лежать, вы от холодильника не отойдете. И вы будете тут часто бегать, да? Угадал? Да. Сегодня я показал этой замечательной, веселой семье, как приготовить творожные сырки в домашних условиях. Это на самом деле очень вкусно. Нам очень понравилось. Да, это очень вкусно. Вкуснее, чем покупной. Девчонки, я вам еще подарок принес. Это фирменный фартук от просто кухни. Держите. Надевайте его, и будете супер готовить. Спасибо за удивительный рецепт и за прекрасное настроение. Хочешь получить совет от шефа? Тогда ставь заявку на просто.ctc.ru и я приду к тебе. Сегодня я, мистер, скоро. Сделюсь секретами, как все успевать и никуда не опаздывать. При разумном подходе всегда найдется время на вкусную выпечку к чаю. Не переключайтесь. Сегодня у нас не только каждый рубль, но и каждая минута на счету. Всего за полчаса я приготовил вкусный суп и роскошный теплый салат. Дело за малым. Нужен десерт. Быстрая выпечка для арабы нежданных гостей. Представьте, что к вам домой без предупреждения нагрянули любимые подружки или ребенок привел в гости всю дворовую компанию. Всех надо угостить. А как же иначе? Запоминайте рецепт быстрых и нежных сливочных слоек. Знаете, как я их называю? Ушки. Потому что они по форме напоминают ушки. Выпечку все привыкли, что готовить долго. А на самом деле выпечку готовить быстро, если у тебя есть кусочек слоеного теста. Я его достал заранее, и он уже разморозился. Тесто должно быть эластичное, но оно не должно быть слишком теплое, иначе превратится в кашу. Немного муки на стол, и можно раскатывать тесто. У меня всегда в морозильнике дома лежит пакет с замороженным слоеным тестом. Это очень удобно, если вдруг нагрянут гости, или сам хочешь пирожок вкусный съесть. Поэтому купите себе замороженный пакетик слоеного теста. А сейчас мы делаем какао-яичную смесь для наших будущих ушек, чтобы наше тесто потом прилипло, когда будем закручивать ушки. Всего два ингредиента, и смесь готова. Смазываем тесто. Я однажды ходил в Эрмитаж, и там была картина «Черный квадрат». Я стоял на нее, смотрел. Ну, просто шикарно. И ведь я так смогу. Вот, пожалуйста, смотрите. Сейчас будет «Черный квадрат». Но у меня будет авторский. Шоколадно-яичный квадрат. Тоже неплохая картина. Закручиваем тесто до середины с двух сторон. Получаются две завитушки. Выпекать будем на пергаменте. Ушки не прилипнут. Ну, и вообще можно потом даже противень не мыть. И тем самым еще сэкономите время. Рулетик нарезаем на печеньки. Чуть подсыпаем мукой и надавливаем слегка. Это тесто при выпекании увеличивается в объеме. Поэтому, если вы его просто не присанете, то поднимется, и непонятно, что получится. А нам нужны плоские, красивые печеньки-завитушки. Часто у наших детей в садике проходит какое-нибудь мероприятие. Чай питье там, утренник. И всегда просят родителей принести с собой какие-нибудь сладости. И вот когда нет времени, это же суперспособ. Взял, достал тесто, приготовил такие печеньки-ушки. Отвез в садик, и все довольны. Я иногда тоже так делаю. Еще этот рецепт подходит для истинных сладкоежек. Это когда вот так внезапно сидишь, сладенького захотелось. Потом смотришь, все шоколадки съедены, печенек нет. От конфетки одни фантики валяются за диваном. Тут раз тесто, хоп, супер выпечка. Быстро и эффектно. Ушки отправляем запекаться. А пока покажу, как сделать для них цитрусовую пропитку. Для этого мне нужен сахар, ванильный сахар и два апельсина. Здесь все просто. Соединяю сахар и натираю цедру апельсина. Ах, какой аромат. Классный пошел. Вот это уже вкуснятина. Выжимаю из апельсина в сок и оставляю сироп вариться. Вот все этой выпечки хватает. И тесто слоеное, и какао, и цитрусовый сироп. Но можно сделать пропитку еще круче. В сироп я добавлю вкусные натуральные сливки «Домик деревни». Слойки с такой пропиткой будут просто таять во рту и станут отличным угощением для ваших близких. Теперь это не просто сироп, а сливочный и вкусный. Это будет идеальная пропитка для наших печенек. Это недолгий рецепт и очень простой. Ждать здесь особенно ничего не надо. Ну и супертехники тоже не нужны. Поэтому все, раз, два, три и готово. Даже если печеньки неровные получатся, все равно будет вкусно. Апельсиново-сливочную пропитку доводим до кипения и снимаем с нагрева. Как раз и ушки уже готовы. Ооо, вот это красота! Аромат бесподобный. Похоже на ушки? На борцовские или на нормальные? Нет, скорее на борцовские похоже. У борцов, вы знаете, да, они борются уши, друг другу ломают. Ммм, вкусно, но что-то не хватает. Знаете что, сладостей. Поэтому пора заливать сиропом. Пока еще печеньки горячие и сироп горячий, надо все это вместе соединить. И сироп правильно пропитает печеньки. Тесто хрустящее, сейчас оно начнет пропитываться супервкусным сиропом. А сироп очень вкусный, вам даже не передать словами. Сейчас еще кажется, будто они еще плавают, но это тесто, оно сейчас как губка впитает весь сироп. И станут печеньки такие пропитанные и вкусные. Шикарно вообще, а? Шикарно. И вообще сладкого хочется, поэтому руки трясутся, хочется быстрее уже печеньку эту съесть. Ммм, ммм, мне даже вообще не передать словами. Очень вкусно вообще, а? Съем вторую печеньку. Ммм, а когда камера выключится, съем еще штук пять. С этими сливочно-апельсиновыми слойками была лучшая мама, жена и подруга на свете. 20 минут на такое угощение – ничто, а общение с близкими бесценно. Чтобы приготовить ушки в апельсиново-сливочной пропитке, понадобится слоеное бездрожжевое тесто, апельсины, обычный сахар и ванильный сахар, яйца, какао и 20-ти процентные сливки «Домик деревни». Ну что, друзья, проголодались? Давай, налетайте скорее! Скептики и лентяи говорят, нельзя все успеть, а я говорю, можно. Достаточно видеть цель, верить в себя и не растрачиваться на ерунду. Следите за проектом в наших социальных сетях. И сразу после нас смотрите шоу «Рогов Студия 24» – проект о том, как можно преобразиться и спасти отношения с помощью моды. Субтитры создавал DimaTorzok